Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Шук тезегала махыных манезы. Анжа вахра зири тезе не бувышма варентна, анжа хшин зэнгаму в зене девичтерестезе, явандрышни иландарзах, бузарандарзах шидерет хаварвали войгалдайлмаз, шаванба шук тезе хуралама варенмеллег хаквы гураганзе. Канмалыгун, часты мастыр, шуматкун, тебыргун, жя гаймала марребе узы гурза шарветченек шивыр мастыр, тебыргунне кандарваченек то мастыр, апладак вырзарникун каш чазах шивырза гайманы бетунды гуна шивырза таранай мастыр, шаванба вырзарникун даяван хибегих ирдарзануаях, узылзажурены кандарваги абаченых ищен камалбузам вырца канмада юрадь, кувайхавчагасран и унасран, их графига позавасран хюделет шаманбада. Испанклер, чеести, шапша гаймала, штабад, увырзан ищен кандарваги абач overtimeпроцентler памçe, ч verdad? COVID-�фは24 мастыр, табыргун не таковridkie прохождение үшенджер парам. Будинка онлайнENDE5, табыргун нивырзан ищен кандарваги абаченаях. Также однажды скандар wireos снег Pers我們 оQuDI suscriine, житель, юрдах нивырзан не таковидка участников даянда перене essential este ч Flipkurd Летоклад, чей д worthwhile. Прban, если вам понравилось Воза парадок Тюри Фирдам Хадр Ленер Халива развернували Тебер Юре Тархашин 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 Хозяин мельник зыне Александр, Иван, Максим, Никита, Петр тада Тихон, Ятвар, Жинцем, Павла, Два, Шевзене, Эмбир, Пурнелья, Савам, Латпар. Тада, езер пирым вконтакте сайт Рушкандра, Савам, Зыне, Вуаза, Бараскелед. Чэмбір облажэнджем шэны ухаш ялэнджэ бурнаган Нина Александровна Шипковна Шуравна гунба Савам Латпар дезэчер зағыварны. Сананы пущыне шудиберен телейбе үрлэх шумыры вэжым зардыгэнза дадыр. Мэнэмэтлэнни шитсэ бэдэр, савныш саманжэ пудэр вэжэхэрри курынмі. Шитны эмэтвайгалгудэр, сирдэр тунзэхлы кунзэне, чунашы нихшан ансундэр сан хэрюллэ чэрюндэ. Сананы юратца манугу зэм, хэрю зэм, тада шивыг таван зэм. Савам латпар эйберде Нина Александровна на. Тада нумма завам баям чирзахварна. Вера Баранова ирэр будэр бурнедедедед, ибер юратна мажра, нэне азан нэне, элэк райэнэнджи, як кушкань, ялэнджи бурнаган, баранава райэна, шурауну гуня джбезам латпар, юман бекширэп, сылвах тэле юрату, нэжэзэм сунатпар, савам бам можра, аджэзэм монугэзэм. Никавай Филиппов ирэр будэр бурнедедед, паян кана шээнджи, шэнэ шэльтэм ялэнджи, Филиппова ирэна Никаваевна, водарзагар жылдуударныэтпас, савам латпар, варам кунжу, сылвах тэле юрату, нэжэзэм сунатпар, ибер хамран аннэне, савам лаганя, можарэ валэра, емагэзэм, таванэзэм, тада тахараджи, савам латпар, иберде чанахта. Тада дэбэрзавамырээр будэр, ибір елджэк Ольга Агеева-Андреева жырат, ибір елджэк райнынджи, кивэй, бешэлэнджи жыравза, үссіні халэ жу башкарда бурнаган Андреев Сергей Михайловича водаржу хи юбилэй ячбэ чунжэ дэрен, ошын завам латпар, шэрэпсывығ парғадарва кунжу, иксэлмитэлэй зунатпарзаны, Әмэтленнээмэцэм бурнышванчэр, ивырвэхсэм аякінжэ нирцэ журэччэр, пэр авара ырвэх, тэбэр авара пурлэх будэр, ожэ заламба, ашэ, амэжэ, аппэжэбэй исэнэжэ, егэор хрэснауэлэ, илья ба лизэ племяннэгэ зэмдэдэ. Илья Далгофшират, сывығығ сунатпардэ дима, эбэр зэрэнэр бузанкэлары мурлэ падрээл, рээнэнэнжэ, краснамайск, явэнжэ бурнаган, сироткин, Владимир Натольевича, шэрэнэ гунба чунжэрэрэн савам латпар, пурнан жэн кашны куоныбея, саванма ширепсывығыгымэтлэ ни зайне чедеріме оныжжүгик Сэльми тэлей, кэрмандарэбек туыуғ пурна шсунатпар санынそнбэдындэ я 완на хевел шэвлэвли вольядыр, пэр гаррэгээ гэгус жэнжэ саванма камауузавықุгlay кашны пужинкээш ре, онычэзэм савандарзат тэтчэр Юра Таначинна Мария Спирен, Санран Хаквычук Чаржин Дже, Туррину Майжу Бадар Силвах Санбага Накун Чул Хитре. Салам Маганезем, Жураф Лев Сенчем Ги, Мышев Сенчем Ги, Сирок Инзен Зимья, Алман Джам Федоров Сенчем Ги, Тадачивых Туванезем. Салам Млад Париберде. Вера Баранова выросла через заговорно. Поздравляем нашу маленькую принцессу Баранову Полину с прошедшим днем рождения. Пусть ясное солнышко всегда светит для тебя, чтобы настроение ежедневно было прекрасным. Желаем здоровья, счастья, успехов с поздравлением Барановы. Салам Маганезем, Алман Джиран, Далгов Сенчем Ги. Иберде салам Млад Парв Владимир Анатольевича. Готемиджа жин заалам Варш Владимир Анатольевича. Чинахта. Иберде салам Млад Парв Пурнеде салам Млад Парв Каман Баян Джирану Гун. Каман Баян Малет Бруин. Уяв профессию уяве. Пурнеде салам Млад Парв Сирин Пуринде. Паян Хигун Саванышвай Ирцегайдар. Сирин Малит, Эбер Юра. Парв Сирин Парв Сирин Парв. Парв Сирин Парв Сирин Парв Сирин Парв. Парв Сирин Парв. Парв Сирин Парв Сирин Парв. Парв Сирин Парв Сирин Парв Сирин Парв. ПЕСНЯ 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 замечательная мы в преддверии в предвкушении поздравлений ждем их и тоже будем сами поздравлять поздравляю как обычно библиотекеры отмечают этот праздник они устраивают может быть какие-то литературные чтения ну не знаю не буду фантазировать как отмечаете этот праздник ну вообще праздник отмечается 95 года 27 мая был указ президента и вот кстати в этом указе было написано что было рекомендовано как отмечать то есть нужно рассказывать людям о том что библиотеки есть о том что что в этих библиотеках можно почитать что в этих библиотеках можно почерпнуть поэтому мы не отходим от этой традиции и мы за неделю начинаем готовиться к этому празднику рассказываем о библиотеках об их истории о наших библиотекарях и сегодня тоже мы это все будем делать у нас будет флешмоб в 12 часов на многих нескольких наших площадках на уличных площадках на уличных площадках мы присоединяемся к всероссийской акции которую инициировала российская библиотечная ассоциация бегущая книга то есть наши молодые сотрудники в разных концах города будут беседовать с горожанами и кстати внимание у горожан мы предлагаем что если вы увидите библиотекарей в футболках с эмблемой акции обязательно обратите внимание обязательно подойдите потому что можно получить книгу в подарок уже поздравили коллектив ваших коллег не только собираемся хорошо ну вот вы сказали то что в этот праздник принято рассказывать о библиотеках вообще в принципе о их существовании для кого-то может быть это будет открытием хотя конечно сомневаюсь что тот не знает что есть библиотеки и там можно почитать хорошие книги вот давайте собственно начнем с этого расскажем людям оба библиотеках сколько вообще в нашей республике в нашем городе библиотек ну в республике у нас более 500 библиотек это я говорю конечно об общедоступных библиотеках хотя помимо этого вы знаете что есть и школьные университетские библиотеки и поэтому в общем то этот список можно продолжить и частные библиотеки сейчас конечно пользуются популярностью но в нашей системе 18 библиотек по нашему городу и мы где-то у нас если говорить о статистике это 110 тысяч читателей по нашей системе мы их всех любим лелеем полем и приглашаем всех оставшихся людей присоединиться к библиотечному сообществу в общем наши библиотеки располагаются во всех районах города в каждом районе по три-четыре библиотеки они таким образом организованы чтобы каждый житель мог где-то рядом с местом жительства или с местом работы как ему удобно прийти в библиотеку можно ли брать книги из библиотеки домой просто я библиотека вспоминаю университетские годы в читальном зале берешь обратно возвращаешь с собой брать можно правило таковы что есть такие книги которые только в читальном зале но это не распространяется на публичной библиотеке то есть с нами можно всегда договориться то есть есть особый каракан список книг очень сильно востребованы которые конечно нужно сдать вовремя но домой можно взять конечно сейчас есть ведь еще и такая услуга ты можешь взять книгу в одной библиотеке а сдать там где тебе удобно поэтому в общем то мы становимся более открытыми и поэтому возможностей гораздо больше а потом если нет книги мы можем всегда ее заказать в той же национальной библиотеке или предложить ее как электронную услугу если она есть например национальной электронной библиотеки сейчас возможностей больше кстати по поводу электронной библиотеки сейчас 21 веке очень набирает популярность электронные книги и устройства для чтения электронных книг как это есть вот в вашей системе библиотек услуги вот такие вот электронных книг абонементы на прочтение электронных книг это как-то сейчас вот но развивается в таких библиотеках не только в интернете а вот еще и библиотек конечно безусловно у нас в наших библиотеках есть для всех наших читателей доступ к электронным ресурсам ну национальная электронная библиотека это безусловно литрес то есть вот это электронные электронные книги которые в обычном режиме обычный пользователь должен скачивать за деньги если вы являетесь нашими читателями то эти книги определенное количество книг то есть у нас есть договор не в доступе свободным для наших читателей есть ну еще ряд других электронных библиотечных систем различных там не только художественную литературу но и отраслевая литература она конечно у нас наших публичных библиотеках менее востребована в центральную городскую библиотеку конечно очень много читателей ходят не для чтения художественной литературы а именно для ознакомления с профессиональной литературы при подготовке различных научных каких-то своих работ или презентаций у нас даже так такое но весь фонд еще библиотеки он введен в электронный каталог и соответственно любой пользователь может зайти к нам на сайт посмотреть электронный каталог и может увидеть какая книга есть и в какой библиотеке и находится да вот это интересно вот это вот мы по крайней мере я точно не знал то что с абонементом я так понимаю в библиотеку на сайте литер с можно бесплатно читать имея читательский билет имея читательский билет да наши библиотеки городские можно получить то что это очень хорошо и кстати еще один вопрос вот недавно нам праздновали тоже свой профессиональный праздник работники музеев они устраивают ночь музеев свой профессиональный праздник устраиваете ли вы ночь библиотеки конечно есть ежегодная тоже всероссийская акция библионочь она проходит в апреле вот 20 апреля по всей стране в россии проходила библионочь под девизом весь мир театр в связи с тем что это год театра и у нас на многих площадках мы тоже проводили эту акцию библионочь где-то это были библиосумерки то есть для детей дневное время библиовечер да вот в частности на молодежной нашей площадке библиотеки имени агакова у нас действует культурное такое пространство хбк хочу быть культурным и там акция была вот библионочь действительно началась она где-то 18 часов и проблем продлилась почти до полуночи то есть были мастер-классы были интересные встречи с режиссерами кастинг молодых актеров много всего интересного интересно провели вечер собственно хорошо тогда вот еще один вот такой вопрос ну рада рассказали о мероприятиях которые проводятся библиотеках и все-таки интереснее кто больше ходит библиотеку молодежь школьники читать художественную литературу там дают задание в школах там прочитать за лето вот такие вот такие вот книги хотя они в школе наверное берут книги или все-таки более старшее поколение люди которые привыкли получать информацию из печатных изданий так скажем они в интернете татьяна васильна у нас по этой линии вы кстати сами ответили на этот вопрос потому что действительно вы назвали более старшие поколения которые действительно ходят они с 10 часов утра уже как говорится у нас по крайней мере я это вижу потому что же кроме книг еще и периодические издания конечно конечно то есть и газету почитать у нас есть люди старшего поколения которые очень любят прийти просто в шахматы поиграть и мы как бы не про приветствуем абсолютно да конечно же это дети и почему вот опять вспоминая нашу библиотеку агаковой мы говорим про хбк вот как раз там-то задача вот ту молодежь которая вот где-то там осталась вот ее привлечь то есть очень хорошо идут дети до 14 лет есть интерес молодых мам библиотеки сегодня потому что они очень часто ходят с детьми им нужно провести где-то время и если это еще и время все-таки бесплатно очень много платного но не всегда есть такие возможности поэтому мы видим родителей с детьми конечно большом количестве на наших мероприятиях но нет среднего поколения которые работают видимо время занята у них нет времени конечно это особая категория с ней нужно конечно тоже по-особому работа практика наших мероприятий ну вот в частности про библионочь мы говорили она показывает что когда все-таки людей каким-то образом нам удается привлечь и они приходят на библионочь приходили и как раз шла пасхальная неделя пасхальная неделя 21 апреля у нас был такой пасхальный пасхальная тематика и было очень много людей именно вот того среднего возраста с детьми они приходили и они подходили благодарили говорили о том что мы не знали что вы такие мероприятия проводите приглашайте приходить мы обязательно будем приходить мы поставили себе задачу научить до пасхи за неделю до пасхи как правильно встречать пасху как праздновать ее то есть вплоть до того как красить там яйца до делать праздничные открытки и как делать какие-то сценарии с детьми со взрослыми действительно интересно все это демонстрирует нашу сегодняшнюю стратегию сегодня у нас стратегия библиотеки это больше чем книги людям интересно что то другое вот той целевой аудитории которая к сожалению пока к нам не ходит так активно а нам хотелось бы тоже молодежь привлечь стих нужно привлекать какими-то интересными им вещами а уже через эти вещи через вот эти активности которые им интересны интересные настольные игры мы это осуществляем то есть у нас есть проект чемпионат настольных игр и тогда они к нам приходят а уже через эти мероприятия мы будем приобщать к чтению и приобщаем на молодежной площадке хбк проводится фестиваль культурных инициатив идет молодежь на те мероприятия на кота которые им интересны а мы им предлагаем что по той математике на которую они пришли вот пожалуйста у нас книжная иллюстративная выставка и очень многие книги после этого посетители мероприятия берут и на самом деле встают в очередь для того чтобы записаться в библиотеку ну да в общем библиотека получается это не просто место где можно почитать книгу или взять на книгу это такой центр где можно вообще хорошо провести время со всей семьей полезно емлядо с другими какими то Theme институтам боремся за право быть третьим местом первое место это дом второе место это работа мы боремся за то чтобы библиотека стала третьим местом это место для развития место для образования место для общения для обмена мнениями или хорошего времяпровождения хорошего культурного интеллектуального времяпрепровождения. И на самом деле я не согласна со скептиками, которые говорят, ну вот если уж мы про молодёжь говорим, что нашей молодёжи ничего не нужно, кроме того, чтобы пойти в кальянную и курить. И так далее. Это неправда. Практика, опять-таки, наших мероприятий показывает, что молодёжи интересно общение, культурное развитие и такое вот какое-то интеллектуальное времяпрепровождение. ХБК стало одной из площадок кинофестиваля, который завершился у нас. И было три показа, специального показа фильмов и мастер-класс фотографа. Так вот, вот эти четыре мероприятия почти 300 человек посетило. При том, что мы специально как бы не приглашали людей группами. Нет, мы анонсировали, но специально аудитория, там класс, например, мы не приглашали. Это пришли люди, которым действительно это было интересно. Сами интересовались. Да, они пришли первый раз, а потом пришли второй и третий. Но вот один из показов был 23 мая вечером, когда шёл большой дождь, и люди, тем не менее, пришли. То есть люди шли, и они боялись, что показ будет отменён, потому что дождь не знал. Ну, это народ. Но люди собрались. Хорошо. Это было очень приятно. Это, да, это очень интересно. Всё-таки, да, может быть, на самом деле, кто-то из наших телезрителей не знал, то, что библиотека, да, это не просто место, где взять, почитать книгу, а вот оказывается, можно хорошо, там приятно, с пользой провести время, свой досуг вместе со всей семьёй, вместо того, чтобы куда-нибудь там сходить, попрыгать, побегать, можно получить какие-то интересные знания, и в том числе и сами, и детям тоже. Вопрос у меня такой, всегда интересовался, какая самая редкая или, может быть, какая самая старая книга в системе ваших библиотек? У нас такая есть. Мы, конечно, конкурировать с национальной библиотекой, где есть целый отдел редких книг, не можем. Но, тем не менее, у нас есть такая книга. Это издание сочинений Александра Сергеевича Пушкина, к сожалению, не прижизненное, но 19 века, 1851 года. Ну, её тоже можно взять домой и почитать. Её тоже, если есть такое желание, можно взять домой. Пока только... Надо быть благонадёжным. Люди интересуются, активно фотографируют в Инстаграме, об этом рассказывают посетители наших мероприятий, в частности, квестов. То есть эта книга в книгохранилище находится в нашем, поэтому туда читатели попадают только, если они пришли на специальные такие квесты. Викторина, когда по всей библиотеке, это центральная наша библиотека, проходит вот такой интерактив. А это самая старая, самая, так скажем, мудрая книга. А как быстро попадают новые, модно сейчас называть их бестселлерами, такие вот книги современных авторов, как быстро они попадают к вам в библиотеки, чтобы читатели могли быть в тренде, так скажем, и тоже ознакомились с этими произведениями? Ну, здесь скажу таким образом. Есть такое понятие, да, государственная поддержка, и, соответственно, мы получаем и федеральные средства, и мест из местного бюджета, из республики, и приобретаем книги. Не скажу, что это оперативно и очень актуально, но те средства, которые у нас есть, возможность, то мы идем по такому пути. Вот есть такой очень хороший портал «Культура РФ», на который, например, практически ежемесячно выходит топ, пять топ-книг, да, месяца, квартала. То есть если мы понимаем, что этих книг нет, они вот вышли, да, то у нас есть возможность пойти и как бы приобрести хотя бы по одному экземпляру, для того, чтобы читатели, увидевшие это на портале, ну, как бы оперативно воспользовались. Нам повезло в этом году, у нас были две шикарные встречи с московскими писателями, ну, это, то есть современная литература, она тоже особая литература, и с ней тоже надо знакомить. Может быть, сейчас читатели там иронично меня послушаются, скажут, ну, Литвиновы, детективы, там, не каждому это интересно. Дело ведь даже не в этом, что они пишут, иногда просто интересна сама встреча, да, с людьми. И мы понимаем, ну, Литвиновых у нас было достаточно, но у нас была ещё одна встреча с современным писателем, блогершей Ольгой Савельевой, книг которой у нас действительно не было. Но к моменту, когда она приехала к нам уже на живую встречу, мы приобрели эти книги и себе, и была возможность нашим читателям купить книги, получить автограф. Вот таким образом мы как бы работаем, то есть если мы что-то видим, мы оперативно просто приобретаем. Мы, конечно, у читателей всё время спрашиваем, какие книги востребованы. У нас в каждой библиотеке ведётся такая аналитика, какие книги наиболее спрашиваются. И при ежегодной закупке книг, при планировании пополнения фонда, естественно, мы это учитываем. Вот сейчас, говоря о молодёжи, буквально в декабре прошлого года у нас было пополнение фонда на миллион рублей. И при формировании этого списка мы учли потребность молодёжи вот в книгах по развитию, саморазвитию, по психологии, по популярной экономике. То есть то, что сегодня очень популярно, в частности, например, «Татуировки менеджера», вообще известная книга. То есть мы постарались вот такие книги приобрести. А потом у библиотекарей у нас, у самих, есть очень интересные проекты, например, «Знаю право», «Про здоровье». И мы тоже этот проект, чтобы его реализовывать, мы же не просто приглашаем какого-то спикера, который рассказывает. Мы тоже хотим, чтобы наши читатели увидели и новые книги по той или иной теме. Поэтому мы свои темы как бы тоже ведём с точки зрения приобретения литературы. Ну и извечный вопрос. Возможно, он даже риторический. Сколько книг нужно прочитать, чтобы стать самым умным? Вообще, мне кажется, такой цифры, конечно же, нет. Нужно читать обязательно. Потому что вот по мнению учёных, по результатам многих-многих исследований, чтение способствует тому, что пожилые люди, те, кто много читают, они в два с половиной раза меньше болеют болезнью Альцгеймера. То есть это совершенно уже такие формализованные результаты исследований. Поэтому читать нужно обязательно. Я, например, знаю людей, многих успешных людей, которые параллельно читают пять книг из различных отраслей. То есть художественную литературу, это может быть либо рекомендованная кем-то новая современная литература, либо, например, классику. Кто-то очень сильно любит. Я, например, люблю Александра Грина и иногда люблю его перечитывать. Далее там профессиональную какую-то литературу. Управленцы обязательно читают что-то по экономике, что-то по маркетингу. По праву. Да, как правило. Поэтому вот есть люди, которые читают по пять книг одновременно в месяц. Но я недавно читала какую-то статистику, что если человек хотя бы в месяц будет читать одну книгу, то есть получается 12 книг в год, то это уже неплохо. Ну вообще, чтобы стать самым умным, говорят, достаточно прочитать две книги, но чтобы найти эти две книги, нужно прочитать тысячи. А в этом помогут нам библиотеки нашего города, объединения библиотек города Чуваксара. Да, я ведь прав? Да, правильный. Спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня в гости. Еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником, всех ваших коллег. Передавайте им большой привет и скажите им то, что они делают хорошую, правильную, полезную работу. Обязательно. Пользуясь случаем, я хочу поздравить всех библиотекарей Чувашской Республики с этим замечательным праздником. Надеюсь, сегодня все-таки солнечная погода все прояснится сегодня. Поэтому всем успехов и самое главное, конечно же, хороших читателей. И пусть в каждой библиотеке будет хорошая книга, которая найдет своего читателя. С праздником, дорогие коллеги! Спасибо вам большое! Уважаемые телезрители, передача Ир Булзан подходит к завершению. До новых встреч! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок